Предположим, я собрался идти в какой-то центр, где мне расскажут про то, как устроен мир, у меня есть желание, хочу двигаться к направлению цели, у меня есть в этом потребность. А моя, предположим, жена там или мама, или еще кто-то, у них были другие планы на это время. И, значит, мой близкий человек ходит с недовольным выражением на лице и всячески демонстрирует обиду и пытается вот этим выражением меня от этого моего направления не пустить туда пойти. Как я должен, с вашей точки зрения, как я должен взаимодействовать с этим человеком? Наверняка же вы сталкивались с такими проявлениями в жизни. Как я должен работать с близкими? То же самое было и у меня. Мы получили с женой и университетские образования. Она закончила два университета. И современные люди. И когда я начал заниматься этими мистическими учениями, якобы, я, конечно, дома никаких обрядов не производил, но для нее это было очень странно. И она была в таком несколько паническом состоянии. Это уже семья, дети, устройство, все нормально, так сказать. И тут вдруг муж начинает заниматься какими-то такими теориями и вообще неизвестно какими практиками дальше. Потому что кобыла это вообще нечто такое темное, тайное, кто знает, что там существует. Я чувствовал с ее стороны определенную тревогу. пытался это компенсировать. Но сказал ей только одно, что для меня это важнее жизни. Потому что жизнь, я чувствую, что она меня не наполняет. И в таком состоянии, в котором я нахожусь, я находиться не способен. Я должен искать. И она знала, что я все время нахожусь в поиске. И поэтому я не ручаюсь за то, что я уже что-то нашел. Но я буду искать. И всегда в любом случае я буду все это согласовывать с семьей. То есть пытаться делать это максимально не поражая всю остальную семью. Но они должны принимать внимание, что для меня это вопрос самый главный. То есть семья, дети, она, даже и я в том числе, все это пару десятков лет в лучшем случае. Неизвестно, может быть, и сегодня-завтра это закончится. Кто знает, что с нами происходит в этом мире. Но то, что я, чего я желаю достичь, я считаю, что это намного выше. Совершенное, вечное. Это то, к чему я стремлюсь. Разгадать загадку жизни практически. Для меня это было самым важным. Потому что иначе жизнь, действительно, мне абсолютно четко было понятно, что смысла не имеет. И поэтому, объяснив таким образом ей, я как-то сгладил это. Конечно, все равно понят не был в начале. А потом она, да, поняла меня и прошла со мной весь этот долгий путь. Это с того времени прошло уже где-то 35 лет, как я начал заниматься кабалой. Так что это уже серьезная вся жизнь, в общем-то. мне тогда было около 30, даже меньше. 28-29 лет. И то есть это уже 35 лет на сегодня. Я думаю, что это надо объяснить. Это надо каким-то образом все равно компенсировать своим близким. каким-то определенным вниманием, где-то в другое время и так далее. Но они должны четко понимать, что ты занят душой. А это выше тела. Если это будет объяснено правильно, даже немножко жестко. Но жестко имеется в виду, то есть... Целенаправленно. Да, целенаправленно. Чтобы не возникало сомнений, что тебя можно с этого с легкостью куда-то свернуть. То тогда и действительно подкреплено серьезными твоими занятиями, углубленными. То есть видно, что ты этим занимаешься серьезно, правильно, не фанатично. А для того, чтобы разобраться в жизни и сделать таким образом ее более содержательной. То есть на самом деле содержательной, а не заполняющейся всякими буквально нечистотами. То тогда я думаю, что ты будешь понят. И тем более мужчина. Потому что женщина, в общем, склонна к тому, чтобы это принять. И кроме того, существует общественное воздействие. Мы все-таки находимся сегодня уже в огромном круге людей международном, которые занимаются кабалой, которые движутся к внутреннему совершенству, к выходу на этот следующий уровень. И можно найти таких друзей и знакомых. Приехать на какие-то конгрессы вместе с семьей. Показать, что это не какие-то непонятные, темные какие-то там практики, неизвестно какие. А это серьезная и светлая наука. Это можно. Так что в книге сегодня же существует огромное количество всего. Так что все зависит от человека. Я считаю, что нет, за редким-редким исключением, нет женщин, которых невозможно было бы переубедить и сделать из них спутниц в этом деле, помощниц. С мужчинами тяжелее.